Приветствую вас, Мария. Я думаю, что одним из ключевых моментов вашей ситуации является неопределенность и тревогность. Вроде бы вы себя корите, вроде бы вы себя вините за то, что сделали. И, в принципе, вас можно понять, почему вы себя корите, и можно понять, почему вы могли бы себя винить. Но при этом вы говорите, что вам нравится человек, при этом вы говорите, что, как я понял, по крайней мере, хотели бы, ну, что-то с ним построить, да, хотели бы, чтобы что-то получилось с ним у вас. Вот. То есть вы этого хотели бы? И, как бы, возникает вопрос, если вам нравился, то и, вероятно, нравится до сих пор человек, то почему вы тогда с твоим парнем до сих пор? Ведь я не думаю, что это случайно. Это, в свою очередь, конечно же, как мне кажется, набудет нас на такую вот мысль, что, возможно, вы чувствуете неудовлетворенность от чего-то в отношениях с, ну, с парнем. Возможно, вы чувствуете неудовлетворенность в отношениях со своим партнером. Возможно, вам в них чего-то не хватало. И именно то, что вам с чего-то в этих отношениях не хватает и столкнуло вас в итоге на определенные поступки. И ваше чувство вины, которое вы испытываете сейчас, вполне вероятно, связано с тем, что вы, например, боитесь какой-то неопределенности. То есть, вы не можете сказать, что в отношениях со своим парнем вы нашли там, словно, там, свое место. Например, вы нашли, не знаю, своего человека и так далее. Не получается. и это вас тревожит. А, например, заявить откровенно, допустим, о том, что вам не нравится, вы тоже не можете. Потому что, вероятно, если вы это сделаете, вам будет казаться, что мужчина уйдет. И по факту получается такая история, что вы оказываетесь в клетке. Вы оказываетесь в клетке и в ситуации, где, в общем, в целом вам довольно тяжело, где вы несчастливы. и, соответственно, ничего не бывает без причин. То, что произошло, точнее, у того, что произошло, есть свои причины. И мне кажется, что ваша задача постараться эти причины найти, мне кажется, что ваша задача заключается в том, чтобы подумать, как вышло так, что мне понравился другой человек, это я была формально, ну, может быть, чисто формально, может быть, не чисто формально, это не так важно, в отношениях уже с мужчиной. Ведь что-то же произошло, что мне понравился другой человек. Понимаете, да? Это очень важно. Очень важно, чтобы вы на этом фиксировали свое внимание. Что касается чувства вины, то довольно часто возникает такая ситуация, что чувство вины связано либо с не совсем адекватными представлениями, требованиями о себе и к себе соответственно, либо связано с подавляемой злостью, впоследствии обращенной на саму себя. То есть, словно говоря, если бы вы были бы немного внимательнее и к тебе, чем может научить психолог, то вы увидите, что в определенный момент вы фрустрировали в отношениях. В определенный момент вам было, ну, может быть, тяжело в отношениях, в какой-то степени. Вам было трудно трудно было, у вас было такое ощущение, как будто вам нужно было, условно говоря, ну, как бы сказать, что-то преодолевать, да, то, что, как будто вы что-то преодолевали, вот. И, понимаете, это не случайность, условно говоря, абсолютно не является случайностью то, что вы что-то преодолевали. Вопрос только в том, на мой взгляд, заключается, что именно вы преодолевали и почему. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, абсолютно очевидно, что вы в отношениях не совсем вот так, чтобы найти ну, не совсем так, чтобы полностью свободно, не совсем так, чтобы вы в отношениях чувствовали себя, ну, либо чувствовали, либо чувствовать себя хорошо и комфортно. Вот. То есть, на мой взгляд, это, к сожалению, очевидно. И если вы не будете этому уделять внимание, то ситуация может повториться вновь, только вообще с другим человеком. Ведь никто не застрахован от того, чтобы вы увидите такую вот, я бы сказал, ну, возможность, да, возможность, например, реализовать свои желания, возможность реализовать какие-то свои потребности, фантазии, возможность что-то проявить, тогда как при других обстоятельствах такого у вас нет. Вот. Поэтому здесь не обойтись без, о, здесь не обойтись без анализа. Здесь не обойтись без анализа ситуации, в которой вы оказались, как мне кажется. Здесь не обойтись без исследования, здесь не обойтись без беседы с вами, потому что энергию непонятную. Понимаете, вы не можете простить себя, потому что нельзя себя не простить, не прощать. Вы можете отрицать что-то, вы можете, например, отрицать то, что вам чего-то хотелось, вы можете отрицать то, что вам что-то важно и, отрицая это, пытаясь поддерживать вам, ну, вами же самой придуманный образ себя, вы можете бичевать себя за то, что не являетесь такой, какой вы себе представили. Ну, это отмытно не означает, что вы в действительности являетесь такой, какой вы себя представляете, в действительности вы являетесь такой, какая вы есть. Только вы отказываетесь это принимать. Поэтому пока вы отказываетесь это не подумать, вам действительно будет довольно сложно себя простить, это правда. Пока вы отказываетесь признавать, что вот, ну, что у вас есть некоторые особенности, что есть некоторые, не знаю, потребности, например, и так далее, да. Вот. Собственно, когда вы это признаете, придёт и прощение, это не так, чтобы очень сложно сделать, хотя, конечно, какое-то время, вне всякого сомнения, это время, безусловно, потому что вы не сразу до этого дойдёте, скорее всего, вы не сразу к этому придёте, скорее всего, и идея здесь заключается в том, что вам нужен рост, личный рост, потому что сейчас вы, по сути, говорите обоим, как мне себя простить за то, что мне нравился другой человек, хотя он мне нравился, и я хотел бы, чтобы у нас что-то получилось, но у нас, к сожалению, ничего не получилось, почему к сожалению, когда вы не можете себя простить, да, вот, но вы и не пытались, то есть, вот эта вот последняя фраза, мне очень нравилась, вдруг, но, к сожалению, ничего с ним не вышло, хотя мы и не пытались, вот эту фразу поставьте напротив вашей первой фразы, вашего вопроса, понимаете? Ну и последнее, что мне хотелось бы сказать по поводу, собственно, вашего вопроса, это то, что я не знаю, как вам себя простить, потому что, ну, простить вы можете себя сами, это очевидно, другой вопрос, что способ, вот именно способ, способ простить себя, знаете только вы, пожалуйста, 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 задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам, возможно, этот способ найти, но способ, тем не менее, известен только вам, и только вы можете его найти с помощью психолога, вот. И начать я бы хотел с, наверное, понимания того, вот, в каких отношениях вообще вы находитесь, там, с условным вопросом, вашим молодым человеком, да, вот, для чего, ради чего вы, там, с ним в отношениях находитесь и так далее. Потому что, вот вы говорите, например, что молодой человек отпустил ситуацию, отпустил ее, и, как кажется, на первый взгляд, что он, может быть, поступил в какой-то степени благородно, да, что отпустил ситуацию, молодец, мужественный и все такое. Но, как бы здесь не было избегания, потому что отпустил ситуацию, ну, не сказать, чтобы просто, но, может, сделать вид, что ничего не было. Вот, кто-то может это сделать, кто-то нет, но важно то, что, если человек отпускает ситуацию, да, и делает вид, что ничего не было, то проблемы как бы нет. А проблемы есть. Между вами проблемы есть. Это травма для вас, которую вам нужно прожить. Это травма для молодого человека, которую тоже нужно прожить, чтобы она в будущем не травмировала и не влияла на его поведение. Допустим, вырастанетесь, и это будет влиять на его поведение с другой девушкой. Чтобы это не влияло на ваши отношения, для чего вам бы вдвоем имело бы смысл обратиться к психологу именно вдвоем. Именно вам именно вдвоем обратиться к психологу и вместе об этом поговорить. Вот. Понимаете? Не о том, собственно, кто что сделал, но о том, что эта проблема лежит в основе. Понимаете? Вот. Вот. Вот что вы, на мой взгляд, по крайней мере. Для этого нужно определенное мужество. Поэтому я бы не хотел, чтобы вы себя обманывали. Я бы не хотел, чтобы вы обманывались относительно, ну, относительно вот текущего положения вещей. Я бы не хотел, чтобы вы как-то имели определенные иллюзии, да. Вот. Мне бы хотел, чтобы по возможности вы реально смотрели на вещи. Реально это не значит пессимистично. Реально это значит видели все стороны и все нюансы данной ситуации. Вот. А то, что произошло, является результатом в какой-то степени вашего пренебрежения с собой. И если вы не хотите, чтобы это повторилось, то нужно что-то менять. И менять нужно, как мне кажется, уже сейчас. Иначе потом, возможно, будет уже ни к чему. Ну, то есть, просто вот, потом уже, ну, может быть, будет уже не нужно. Понимаете? Никому это уже, может быть, будет и не нужно. А так вы получите шанс сохранить, гармонизировать и улучшить свои отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.